Дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем 66-ю передачу в рамках авторской программы «Конституция и мы» национальной вещательной кампании САХА, и сегодня гость у нас в студии – это Афанасий Семенович Владимиров, заместитель председателя Государственного собрания Илтумен, председатель парламентского комитета по государственному строительству и законодательству. И тема нашей передачи обозначена следующим образом – новый этап развития республики на основе конституции основного закона республики САХА-Якутия, и Конституции Российской Федерации. Уважаемые телезрители и радиослушатели, вы знаете, что в этом году исполнится 30 лет с начала действия нашего основного закона Конституции Российской Федерации, а наша Конституция была принята и введена в действие 27 апреля 1992 года, то есть на полтора года раньше, чем Конституция Российской Федерации. Тем не менее, сегодня мы полностью на основе Конституции республики САХА-Якутия вместе с вами 8-10 сентября сформировали новый седьмой созыв Государственного собрания Илтумен, избрали главу Республики САХА-Якутия нашего Илтумен в лице Айсена Сергеевича Николаева. Пользуясь случаем, конечно же, мы поздравляем избранных наших представителей высшие органы государственной власти. Ну и хотелось бы отметить, что Государственное собрание Илтумен начало свою работу, значит, Илдархан сформировал новый состав правительства, и мы живем такое интересное время и, наверное же, открываем новую страницу в истории государственности нашей республики. Афанасий Семенович, я вас поздравляю с тем, что вы избраны народным депутатом республики САХА-Якутия. За вас голосовали люди конкретные в надежде, что вы как депутат будете действительно профессионалом своего дела. Более того, вы получили большое доверие со стороны народных избранников, которые избрали вас заместителем председателя парламента республики, но и руководителем ключевого парламентского комитета по госстроительству и законодательству. Ну, конечно, для наших телезрителей и радиослушателей всегда бывает интересно, что за человек сидит в студии. И вот почему я, в первую очередь, хотел бы вас поздравить с тем, что сегодня День Учителя, и каждый из нас в своей памяти хранит образ своего учителя, которому он обязан. Я, например, Агафью Ларьоновну Говору всегда вспоминаю, поскольку она меня учила азбуки. Вот в вашей памяти какие учителя вообще про ваше детство? Откуда вы? — Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Спасибо, Александр Николаевич, что вы пригласили на вашу передачу. Я с интересом, если это бывает в поездках, слушаю радио передачи, и ваши гости всегда очень хорошо, общаясь как с вами, так и доводя о своей жизни, о своей деятельности жителям республики, предлагают какие-то новые идеи. Поэтому я считаю, что ваша передача, которая понравилась нашим радиослушателям, телезрителям, в части того, как мы живем, в свете того, что принята Конституция, и какие мы свои реализуем права, она важна. Люди с интересом слушают, и, я думаю, что руководствуются. Да, действительно, сегодня День Учителя. Агафья Ларионовна азбуки учила не только вас, но еще и моего сына Мишу. Ага. С одной стороны, профессиональный праздник, но и с другой стороны, те, кто с благодарностью вспоминает своих учителей, как первых, так и последующих, несут такую теплую атмосферу сегодня с утра и целый день. Мы утром получаем определенные поздравления сами, да, и поздравляем своих наставников, учителей. Сегодня утром возложили цветы к памятнику Михаила Андреевича Алексеева, нашего народного учителя СССР, да. И сегодня такой этот утренний снежок, да. Ну, я вспоминал, конечно же, все свои школьные этапы. Родившись в Хангаласском улосе, мне посчастливилось обучаться в четырех школах, и везде были прекрасные, высокопрофессиональные, преданные своему делу педагоги. Начинал учиться в начальной школе микрорайона Зверофермы, где-то Покровская. Учителем начальных классов была Инешина Зинаида Федосеевна, добреющий такой души человек. С нами она как со своими детьми занималась, учила первым азам грамотности и так далее. Я считаю, что именно начальная школа и учитель, как вы сейчас вспомнили Агафу Ларионовну, так и я всегда вспоминаю своего первого учителя, он задает темп, как в последующем ребенок будет постигать азы и так далее. В учебе своей. Затем обучался в Максоголовской средней школе, 4-5 класс. Большая школа с огромным количеством учащихся и тоже с такими прекрасными, хорошими учителями. Я вспоминаю учителей физкультуры, Тимофеева, Геннадия Васильевича, Урюпину, Альбину Леонидовну. На их уроки мы, как говорится, тогда подростки 10-12 лет с удовольствием ходили. Потом пришлось мне учиться в Покровской восьмилетней школе номер 3. Здесь я благодарю то, что классным руководителем стала учитель математики Клара Гаврилевна. Клара Гаврилевна привила любовь к геометрии. Вертиев привил любовь к физике. Здесь коллектив этой школы позволил подготовиться и поступить в физико-математический класс Покровской средней школы. Тогда она была одна, Покровская средняя школа, сейчас это Покровская средняя школа номер 1. Прекрасный коллектив тоже. Я счастлив, что по всем предметам учителя очень азартно, с творческим подходом преподавали. На все уроки было ходить интересно. Дырахов, Семен Григорьевич. По физике нас учила Тимофеева Раиса Егоровна, а Дырахов преподавал тоже физику, но другую. Мы общались, иногда он заменял. Основной наш учитель по физике – это Тимофеев Раиса Егоровна, классный руководитель с 8 по 10 класс. После школы наше общение продолжилось, вплоть до ее смерти. Царствие небесное, к сожалению, пандемия унесла из жизни многих наших учителей, педагогов. И в том числе и Раиса Егоровна Тимофеева ушла. А Тобахов Иннокентий Михайлович не учил вас русскому языку и литературе? Нет, он чуть позже пришел. У нас была Ильяева Людмила Дмитриевна, русский язык, литература, кривых, Ангелина Васильевна, орденоносец. И каждый предметник был очень интересен нам. У нас историю преподавал очень интересный наш учитель Григорий Пахомыч. Очень хорошо преподавали у нас Гуляев, Дмитрий Дмитриевич, Скрябина, Горохова, Светлана Еремеевна, химию. Я химию любил. Шишигин, Спирион Спиридонович, математику преподавал. В целом, отношение к детям было, с одной стороны, развивали все творческие способности, с другой, было очень требовательным. Допустим, Раиса Егоровна Тимофеевна от нас требовала уровень уже института. Заканчивая школу, придя в институт, мне было легко сразу войти в институтский ритм обучения. И конспектировать бегло, и записывать, и работать с дополнительной литературой. Этому всему она нас учила в школе. Ну и самое главное, коллектив возглавлял Иван Михайлович Яковлев. Иван Михайлович, строгий директор. Я не знаю, допустим, к нему попасть в кабинет, это было ЧП целое, если вызывают директора. Учителя физкультуры были тоже творческими. Анисимов Александр Семенович, Андросов, тренера детской юношки спортивной школы, Галибаров, Марков. То есть, в целом, такой большой коллектив. И все эти вкладывали в нас все свои знания, силы, и мы получали хорошие, крепкие знания. Осново вот этого всего обучения, наверное, сегодня заключается в том, что у нас выпуск 10-й А-класс. Все реализовались, все обучают, все закончили соответствующие свои учебные заведения. И работают в разных направлениях народного хозяйства и в разных уголках нашей необъятной России. Мы связываемся, разговариваем. Кто-то уже стал дедушкой, кто-то уже внуки в школу пошли и так далее. Жизнь продолжается, и мы с благодарностью сегодня вспоминаем наших учителей. Но я не зря вас поздравил сразу с Днем Учителя, потому что знаю, что вы были не только учеником, но и вы стали сами учителем. Более того, вы стали министром образования Республики. Вот как вот все это происходило? Ведь действительно Конституция и Российская Федерация, и наши республики создают основы для самореализации, для проявления своих творческих способностей. Вот с этой точки зрения, как вы думаете, насколько вы реализовались, и насколько вы удовлетворены вот этим ходом? Конечно, как гражданин правом на труд, правом на обучение мы все одинаково можем воспользоваться и развиваться. Другой момент, как к этому, кто подходит по-разному. И то базовое образование в средней школе, мощное, сильное, позволило сегодня получить хорошее образование в других высших учебных заведениях. Я стремился, вот, закончив Челябинский институт, стремился вернуться на родину. Мне было важно услышать от своих учителей, приезжая в Афанасии на родину, будешь, как говорится, полезным своим якутянам. Несколько месяцев был учителем физкультуры в восьмой школе. Очень такая мощная школа, много детей. Мне хотелось быть учителем физкультуры, но немаловажное значение имело обеспечение жильем. И якутская птицефабрика тогда предоставила молодому специалисту, тренеру по хоккею, квартиру. Ну и я пошел работать тренером по хоккею на якутской птицефабрике. Восемь лет работал там, достаточно интересно, поддержка со стороны предприятия всегда была. Много ребят занимались. Потом они стали идти по моему пути, выбирать тренерскую, педагогическую деятельность. Когда построили ледовый дворец Элейбатор, здесь тоже я занимался по совместительству работой в органах исполнительной власти и занимался преподавательской деятельностью со своими мальчишками. Я сегодня удовлетворен, что по моему пути, по пути тренера, по пути педагога, порядка сорока моих воспитанников последовали. И вот они тоже работают не только на территории нашей страны, но и за рубежом. В Китае у меня воспитанники работают, в Индонезии тренером работают. И мы предлагали тренером сборной Индонезии возглавить. Серкин Миша, я с ним разговаривал. Я говорю, горжусь, что ты можешь возглавить сборную страны. Поэтому педагогическая деятельность хороша тем, что есть воспитанники, которые как раз получают соответствующее образование и продолжают те начинания, те взгляды, которые педагог укладывает через основные человеческие ценности. Доброту, любовь к родине, к труду и так далее. Я считаю, что в педагогической деятельности это самое основное. Не то, что кто-то какую-то позицию может занять, кем-то стать. Именно через формирование в будущих поколениях основных человеческих ценностей сегодня крепнет государство. Ну и то, что вы сейчас сказали, в Конституции эти основы прописаны. И каждое поколение, наверное, сегодня укрепляет. Вот вы подтвердили слова Михаила Андреевича Алексеева, народного учителя. Он старался воспитывать именно человечность. Если мой ученик будет обладать хорошими человеческими качествами, дальше он может стать и ученым, и таким специалистом востребованным. Но прежде всего человечность. То есть мы можем сказать о том, что учитель, он не только преподает какой-либо предмет, но еще и воспитывает. Поэтому, конечно же, год педагога и наставника, который определен нашим общенациональным лидером, Владимиром Владимировичем Путином, это очень актуально. И я думаю, вот вы, как бывший министр образования и до сего дня, ну, выполняете такой свой учительский долг, да, всегда идете навстречу, когда вас просят, проводите различные открытые уроки и так далее. Это тоже очень замечательно. Но я вот хотел бы поздравить вас с тем, что вы стали народным депутатом. Мы помним, что вы не только министр образования, еще и министр молодежи республики. То есть вы и руководитель администрации, главы правительства. То есть такая серьезная, достойная биография. А сейчас вот вы в законодательной ветве власти. Вот каковы ощущения, как вы себя чувствуете как парламентарий, какие у вас есть обязательства перед своими избирателями? Александр Кириллович, ну, каждый человек же проходит определенные этапы развития. И вот сейчас мы поговорили о педагогической деятельности и о формировании каких-то определенных ценностей в обществе. В образовании мы обучаем, выпускаем воспитательника. Но результат проявляется в каким образом? В системе образования. Только лет через 20, когда человек станет что-то созидать, творить как профессионал. Мне нравилось работать в системе образования, в сфере муниципальной службы. И всегда мы, работая на перспективу, старались, как бы, опережая время, ставить задачи. Что будет, какие вызовы в будущем будут, соответственно, кого мы подготовим. Если тогда мы руководствуем всеми нормативными правами, нашими документами, актами, и на основе этого создавали какие-то программы, потом использовали ресурсы, как финансовые ресурсы, людские профессионалы и так далее, то сейчас назрел такой этап, когда, наверное, я вижу определенные в себе возможности на законодательном уровне вот эти нормативно-правовые акты совершенствовать для улучшения жизни наших якутиан здесь у нас. Поэтому, наверное, было принято такое решение, идти на выборы, как говорится, использовать свое конституционное право, быть избранным. Поэтому, пройдя определенные периоды аккодиционной работы сегодня, вот уже являясь депутатом государственного собрания, конечно, я чувствую колоссальную ответственность тем, чтобы все задуманное осуществлять. Это бывает такой период, когда, ну, вот идешь к цели, приступил, но дальше. Сейчас мы планируем, и нам необходимо уже принимать нормативно-правовые акты, которые необходимы для наших якутиан. Ну, я думаю, что встречи с избирателем вам дали еще такой вот посыл. Уверенность. Большую энергию. Уверенность. Да. Вот кого бы вы хотели поблагодарить? Наши жители всегда ставят не какие-то свои личные вопросы, а такие вот концептуальные, что мы в обществе должны улучшить. Ну, конечно же, это наши педагоги, которые со мной занимались, аксакалы, аксакалы, да. Вот, поэтому Зоя Ивановна Ксенофонтова... Ну, я думаю, что мы вернемся, потому что нам необходимо прерваться на рекламную паузу, потом продолжим наш интересный разговор. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу программу по теме «Новый этап развития республики на основе Конституции, основного закона республики Саха-Якутия и Конституции Российской Федерации». И у нас в гостях заместитель председателя Государственного собрания «Юлтумен», председатель парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Афанасий Семенович Владимиров. Афанасий Семенович, давайте продолжим. Вот вы начали рассказывать про избирательную кампанию, про общение с избирателями, про их наказы. Пожалуйста, продолжим. Да, общаясь со своими земляками, конечно же, опираешься наиболее таких авторитетных, знаковых людей, с которыми общаемся. Мы долгое время общались с Зоей Ивановной Ксенофонтовой на протяжении последних, наверное, 15-20 лет, очень плотным. Это представитель ярчайшей семьи Ксенофонтовых, которые в свое время, в период становления автономии, были очень прогрессивными и делались с тем, чтобы, как мы говорим, и те права, которые необходимы были для нашей автономной молодой республики, они тоже прорабатывали. Поэтому Зоя Ивановна тогда сказала, говорит, да, правильно поступил, нужно идти на выборы, законодательные собрания у вас получится. К сожалению, недавно она ушла из жизни, царство есть небесное. Тем не менее, ее наказ для меня всегда в душе и в памяти останется. Выборы прошли, парламент сформирован, структура утверждена. Отличий каких-то таких, может быть, нету на первый взгляд. Но на самом деле светит то, что у нас происходит в жизни. Здесь тоже отражено, в структуре парламента отражено. Сейчас в парламенте 17 комитетов, мандатно-регламентная комиссия и контрольный комитет. Было заместителей председателя 3, сейчас 4. Но заместители председателя возложили на себя дополнительный функционал возглавить комитеты. То есть увеличение штатных единиц, количество работающих в парламенте или депутатов не произошло. То есть структура составлялась так, чтобы учесть сегодняшние вызовы. У нас, наш комитет раньше объединял вопросы местного самоправления. Он назывался как комитет по государственному строительству, законодательству и вопросы местного самоправления. Сейчас два комитета. Я возглавляю комитет, который вы назвали, и отдельный комитет по МСУ. Создали новый комитет в связи с тем, что идет специальная военная операция. И много жителей, большое количество жителей, имеют к этому непосредственное отношение. Кто-то участвует в специальной военной операции. Различные моменты жизни происходят. И на законодательном уровне нужно закреплять меры поддержки и участников, и семей участников специальной военной операции. И меры той помощи, которые нужно нам оказывать. С тем, чтобы все задачи по проведению специальной военной операции выполнить. Комитет отдельный такой создан. Его возглавил под голову Александр Григорьевич, опытный парламентарий, уважаемый человек у нас в республике. Комитет, который у нас объединял образование, культуру, средства массовой информации, тоже сегодня на два комитета разделен. Образование и наука отдельно. Средства массовой информации и культура отдельно. Мы получаем некоторые замечания. Почему так? Но, тем не менее, освещение деятельности государственных органов власти, местных органов власти, в целом реализации наших программ в жизни, она должна идти сегодня достаточно быстро. Темпы жизни нашего быстроются. Поэтому, наверное, вот такой акцент сделал, чтобы был отдельный комитет по средствам массовой информации и культуры. Но развитие культуры и духовности у нас тоже в приоритете. Я думаю, что такое разделение позволит, наоборот, более содержательно работать по совершенствованию законодательства в этой сфере. Возглавили комитеты достаточно уважаемые, авторитетные люди. Во всех комитетах представлены различные партии по возможности. В нашем комитете по государственному строительству и законодательству представлены и партии «Новые люди», «Коммунистическая партия», «Справедливая Россия». Заместителями председателя комитета являются опытнейшие парламентарии Николаев Юрий Михайлович, в несколько созывов был в государственном собрании, и Прокопьев Владимир Михайлович. Я думаю, что их опыт, мои знания практически в тех или иных сферах, думаю, не только будут сохранить преемственность, но и активно по совершенствованию законодательства в сфере избирательного права в сфере судебного законодательства, различных наших законодательств, гражданской службы, муниципальной службы и так далее. То есть, я думаю, что комитет у нас достаточно хороший. Спасибо, Афанасий Михайлович. Конечно же, формирование парламента как высшего органа законодательного, законодательного, представительного контрольного органа Республики, высшего органа власти. Всегда на виду у людей, люди с большим интересом смотрели, как формируются парламентские структуры. Мы поздравляем Алексея Ильича Иремеева с тем, что он в очередной раз избран спикером парламента. Конечно же, поздравляем Александра Николаевича Жиркова, который в седьмой раз избран народным депутатом, то есть он является народным депутатом с первого по седьмой созыв, и избран в очередной раз первым вице-спикером парламента Юрий Михайлович Николаев, который стал зампредом парламента и возглавил комитет по бюджету. И, конечно же, Александр Григорьевич Подколов, он и народным депутатом был, и министром был. Так что, да, действительно, люди опытные. Ну и, конечно, формирование комитетов на паритетной основе представителей различных партий. Это тоже говорит о парламентской демократии. Но давайте мы перейдем к тому, что глава республики Саха-Якутия прошел процедуру инаугурации, то есть торжественного вступления в должность главы республики во второй раз. И после этого, на следующий день, 28 сентября, он отправил в соответствии с Конституцией республики правительство в отставку. И в последующем, благодаря вашей работе, сформированы руководящие органы правительства, которые возглавил Бычков Кирилл Евгеньевич, ну и заместители председателя правительства. Люди очень достойные. Вот хотелось бы знать, на ваш взгляд, вы возглавляете ключевой комитет, и комитеты полностью смотрели и проводили слушания по рассмотрению той или иной кандидатуры. Что вы можете сказать о структуре, о новой структуре правительства на сегодняшний день и о персональном составе? В соответствии с нашей Конституцией, мы прошли и выборную кампанию, и избрали высшее должностное лицо, законодательный орган, и высшее должностное лицо, согласно тем поправкам в нашу Конституцию, которые были проведены в 1921 году, они реализованы в части того, что глава республики Айсен Сергеевич после вступления в должность сформировал новую структуру правительства и предложил Государственному собранию «Утумен», руководители правительства, его заместители и ключевых министров. Шли консультации, обсуждения, кого представит глава. Мы в комитете рассматривали все представленные кандидатуры, все партии задавали свои насущные вопросы. Хотел бы отметить, что предложенные кандидатуры Айсеном Сергеевичем отличаются высоким профессионализмом, ответственным подходом к своей деятельности на своих участках и имеют прогрессивные взгляды с тем, чтобы реализовать те задачи, которые стояли перед нами, и их высказывал Айсен Сергеевич на своей предвыборной программе. Кирилл Евгеньевич Бычков 5 лет работал заместителем председателя правительства, потом первым заместителем председателя правительства. С ним я работал, будучи в администрации. На первый взгляд иногда говорят вариантами, но он с душой полюбил Якутию, ответственно подходит к своим функциональным обязанностям и всегда находит варианты решения или ускорения поставленных задач, или их четкого выполнения. Хорошее у него взаимодействие с федеральными органами власти, что немаловажно сейчас. И пройдя опыт работы на уровне заместителя председателя правительства, первый заместитель председателя правительства, я думаю, что он как раз сегодня подходит, чтобы руководить правительством республики. Ну, я с этим соглашусь, но вот по первым вице-премьерам Дмитрий Садовников, которого мы знаем, да, профессионал своего дела, сфера жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сфера борьбы с чрезвычайными ситуациями, ну и вот новое лицо, Джулстан Борисов. Джулстан Борисов, ну я его знаю с молодых лет, и его очень сильно поддерживал в свое время первый президент Михаил Ефимович Николаев. Вот как вы думаете, вот в сфере экономики, развития промышленности, вот те программные задачи, о которых он говорил в своем выступлении перед парламентариями, вот как вы думаете? Здесь, Александр Николаевич, я завершу мысль по тому, насколько выбор пал на Кирилла Евгеньевича. Во-первых, он занимался жилищным строительством, и вы слышали, какие задачи поставил президент республики по городу Якутск. До 30-го года ликвидировать все аварийное жилье, обеспечить жильем тех, кто там проживает. Второе, строительство Ленского моста. Кирилл Евгеньевич, будучи первым преданным, занимался этим вопросом. То есть, вот эти два приоритетного вопроса, думаю, что, имея опыт и возглавив правительство, эти задачи в срок будут реализованы. По первым вице-премьерам, конечно же, Дмитрий Дмитриевич, это человек, который бывает там, где трудно, и он умеет руководить, будь то пожар, наводнение, аварии и так далее. Опыт колоссальный. Я его сравниваю с первым заместителем представителя правительства, бутность Данчиковой. и Тарасенко, когда работал, Колодезников Алексей Засимович. Они где-то схожи, быстро реагируют, четко принимают решения, взаимодействуют со всеми органами власти, муниципалитетами. Сейчас Алексей Засимович тоже парламентарий, избран. Руководитель фракции «Единая Россия». Руководитель фракции «Единая Россия». Про Джулустанова Анатольевича Борисова мы слышали много. И приход такого человека тоже соответствует времени. Насколько мы сегодня сможем реализовать свои возможности, привлекая инвестиции извне. И такой человек в правительстве, как Джулустан Анатольевич, как раз занимавшийся вложением инвестиций, привлечением различных финансовых институтов, для реализации крупных гормодобывающих проектов, что нам необходимо сегодня. Я думаю, он внесет существенную лепту, надеюсь на это, в развитие нашей республики. С этой точки зрения. Он грамотный финансист, много мы о нем слышали. Выросший здесь, у нас в Якутии, совершенствовавший свою профессиональную компетенцию в разных производственных моментах, финансовых структурах. Ну и последняя его работа, это заместитель председателя правительства. Я приветствую это решение, и тому подтверждение депутаты дали согласие. Ну, Ольга Валерьевна Балабкина, это человек, ну, будем говорить, правительство, один из ключевых, наверное, в период пандемии мы видели, насколько самозабвенно она работала, очень компетентно. Сергей Васильевич Месников, сейчас у него кураторство плюс агропромышленный комплекс. Ну, он вырос на селе, я знаю, что он каждое лето косит сено, не теряет связи с малой родиной, это тоже нормально. Георгий Михайлович, будем говорить, Степанов, влился в состав правительства в качестве одного из заместителей председателя. Ну, и вот новое лицо в правительстве, но не совсем новое в правительстве, да, Анатолий Аскалоныч Семенов, который очень эффективно работал министром инфокоммуникационных систем, связей и так далее, да. Вот сейчас вице-премьер, который еще будет курировать сферу образования в том числе. Вот ваш комментарий. Ну, начну с Анатолия Аскалоныча. Мы с ним знаем друг друга давно, и когда я работал и заместителем министра образования, и министром, и в последующих постах мы всегда взаимодействовали. Мне в нем импонирует несколько такой нестандартный взгляд на решение каких-то проблем. И подход такой, ну, как сейчас принято говорить, креативный. Я считаю, что он доказал свое профессиональное такое. Это кредо. И по праву тоже сегодня получил согласие у парламентариев на назначение заместителем председателя правительства. Мы с ним и накануне встречались, во время нашего обсуждения очень много встречались, ему задавали вопросы. И сегодня, вот в день учителя тоже встретились, да. Утром встретились. Я думаю, что вот этот контакт у нас продолжится. Потому что он мне так и сказал, говорит, Афанасий Семенович, вы работали много в образовании, там, заместителем министра, министром, знаю эту сферу, ваши знания мне нужны. Я считаю, что, ну, став зампредом, он мог не сказать этого, но характеризует его, как человеческое качество развиваться. Ну, давайте пожелаем нашему руководцу правительства республики во главе с Кириллом Евгеньевичем Бычковым. Успехов. Ну, вот в этом году, мы говорим, год потерь не стало Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента. Сейчас глава республики поставил задачу по вековечению его памяти. Вот пару слов, у нас скоро заканчивается время. Ну, Михаил Ефимович духовный лидер нашей республики. И счастье, что он возглавил республику. Самые трудные годы, когда Советский Союз разваливался, распадался. И в этот момент взял на себя ответственность возглавить республику. Я считаю, что мы должны всё сделать, всё возможное, чтобы в памяти он остался надолго, и его знания, учения всегда помогали нам жить. Да, я думаю, что это действительно правильно, потому что курс Михаила Ефимовича Николаева сегодня Асин Сергеевич Николаев проводит. И я думаю, что у нас будет всё хорошо. Всем большое спасибо за внимание. Мы заканчиваем нашу передачу. И вам большое спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова